Привет, меня зовут Валерия Нестерова, я парфюмер, и на своем канале я рассказываю о парфюмерии. В этом видео я хочу вас пригласить отправиться в путешествие и посмотреть мою подборку лучших духов на весну 2022 года, топ-7 женских ароматов. И что такое весна? Весна — это время пробуждения, весна — это время эмоционального освобождения, когда нам хочется раздеться, когда нам хочется облегчиться, когда нам хочется показать себя во всей красе, блеснуть миру прекрасными образами, вдохновиться, почувствовать на себе комплименты, почувствовать любовь, почувствовать пробуждение, и несмотря на те ситуации, которые происходят в мире, сохранять внутреннее спокойствие. И мне очень хочется поделиться с вами той подборкой из семи ароматов, которые, с одной стороны, взбодрят ваши эмоции, взбодрят ваши ощущения, пробудят женскую природу изнутри с помощью красивого шлейфа аромата, с помощью грамотно подобранных нот с учетом аромовоздействия, а с другой стороны, подарят вам спокойствие, подарят вам уверенность, подарят вам ощущение, что все хорошо, потому что это сейчас крайне важно в то время, которое мы с вами всем проходим. Итак, готовы отправиться в приключения, готовы увидеть эту подборку из семи ароматов? Я думаю, да, давайте приступим. Первый аромат, я буду вместе с вами дегустировать эти ароматы на блоттерах, рассказывать их, показывать, говорить, сколько они стоят, для того, чтобы вы еще больше погружались в ощущение ароматов, в искусство парфюмерии, и примеряли на себя, возможно, профессию эксперта парфюмерии, а вдруг это вас действительно заинтересует. И первый парфюм, с которого мы начнем, который есть в моей подборке, это Байреда Палерма. Вот так вот выглядит флакончик Байреда Палерма. Это бренд Байреда, аромат которого называется Палерма, и посвящен, безусловно, городу Палерма, в котором как раз процветают и изобилуют цитрусы, а именно апельсины. И в этом аромате главную роль играют как раз апельсины. Апельсин, который переплетается с бергамотом, который переплетается с петитгрейном, слышатся веточки таких недозрелых, веточки цитрусовых деревьев и недозрелые косточки, вот этих вот плодов цитрусовых, есть какая-то определенная терпкость. То есть, если бы я описывала этот аромат, то я бы сказала о том, что это красивый апельсиновый аромат, который можно наносить на себе, но который не звучит как ароматизатор, свежитель воздуха. И действительно, в нем прослушиваются ноты апельсинового сока, но при этом, говорю, есть такая легкая терпкость, есть легкая горчинка и глубина, которая как раз парфюмер отражает именно парфюмерное звучание аромата, они просто ароматизирующие. И все здесь построено вокруг апельсина, да, жасмин, который поддерживает этот апельсин из сердечных нот, мускусы амбре, древесные ноты и ванильные оттенки, которые из шлейфа подогревают интерес к этому апельсину, да, также грибфрутовые оттенки, которые продлевают звучание верхних нот апельсина, да, до сердца. И в таком аромате куда, куда лучше ходить, куда его лучше использовать. В нем красиво, вернее, этот аромат располагает для того, чтобы взбодриться, для того, чтобы насыщаться яркими радостными эмоциями, для того, чтобы нести в мир вот этот задор энергии и сил. При этом наш апельсин, он здесь добрен мускусными, мягкими оттенками, что сейчас в текущих условиях в мире, да, мускус, он дает мягкость, он дает погруженность в себя, он дает ощущение доверия и безопасности. Сейчас это крайне важно. То есть у нас, да, цитрус, который бодрый, звонкий, яркий, хочется делиться, хочется коммуницировать, но в то же время мускус, который дает вот это ощущение спокойствия, что все хорошо. В данном аромате хорошо встречаться с друзьями, в данном аромате хорошо проводить выходные, хорошо просто выходить на прогулку для того, чтобы давать себе жизнерадостное, легкое настроение. Вот этот вот маленький толчок эмоций, разжигания огня, который позволит вам воспринимать этот день лучше. По стоимости такого аромата, у меня 50 миллилитров, стоимость 196 долларов на официальном сайте. Да, я думаю, вы можете по текущему курсу конвертировать это в рубли и посчитать, сколько это выходит. Безусловно, да, сейчас ароматы не подорожали просто потому, что курс валют, да, так же подорожал. Вот, значит, Бореда Палерма. Это первый аромат из подборки на весну, да. Хочется пробудиться, взбодриться, при этом чувствовать себя спокойно, мягко, уверенно, да. Вот аромат как раз и будет подходить. Второй аромат, который мы рассмотрим, он у меня в миниатюрке, в пробнике и называется The Coverted Duchess Rose, да, обращенная королева герцогиня Роуз. Вот он в таком вот пробничке у меня небольшом. Но это не значит, да, что аромат, с ароматом что-то не так. Как он интересный и он интересен своим раскрытием на весну. Сейчас объясню почему. В центре этого аромата все внимание обращено на ноту розы. Нота розы на весну прям идеально подходит. Главное выбрать свою розу. У меня будет второй аромат с нотой розы в этой подборке, на который я тоже обращу ваше внимание. И возможно, да, вы присмотритесь к какому-то из виду роз, который вам больше всего нравится. Эта роза в аромате, она больше такая фруктовая, она больше такая игривая. Если мы будем рассматривать, да, что весна это время пробуждения, это время, когда хочется флиртовать, заигрывать, когда хочется наслаждаться собой, то и ноты, которые позволят нам флиртовать, заигрывать и наслаждаться собой, это безусловно цветочные оттенки плюс фруктово-ягодные нюансы. А может быть еще немножко легкой карамели, а может быть шоколадных оттенков. И тогда букет такой будет у нас достаточно игривый, сочный. В таком аромате приятно получать комплименты. И ты их начинаешь получать, потому что транслируешь эмоцию с точки зрения арома, воздействия ароматов, такой вот игривости, легкости, женственности. А вот как раз роза здесь, она такая конфетная, она игривая, она фруктовая. Но при этом роза это нота благосостояния, это нота острожения истинной женственности, это нота сердечного тепла. В текущих условиях это очень актуально присмотреться к ароматам с нотами розы, потому что они пробуждают сердечное тепло. А также фруктовые оттенки черной смородины, малины, немножко клубнички есть, немножко шоколадных оттенков. Ирис, который дает немножко плотное дыхание нашей розе, да, заземляет ее, делает ее более такой строгой и четенькой. А при этом мускусы и амбры, которые также слышны в шлейфе и поддерживают тепло аромата, поддерживают женственность, поддерживают вот эту эмоцию доверия к себе. Поэтому аромат Pink Halligan's The Converted Duchess Rose как раз для тех, кто хочет игривости, хочет какой-то такой взбудораженности на весну. Я думаю, к нему будет интересно присмотреться, потому что также есть там легкие пряности, гвоздика, корица и кардамон, которые также способствуют повышению уровня игривости. Если бы я описывала аромат, да, как обыватель, то я бы сказала, что аромат похож на бокал игристого вина Rose, вот, когда ты его дегустируешь, когда вдыхаешь, и вот это вот послевкусие, и сам аромат Rose навевает мысли как раз о таком парфюме. Стоимость, да, у меня пробник, но они продаются, ароматы в флакончиках 75 миллилитров, и стоимость такого флакона 210 фунтов, да, если мы смотрим на сайт производителя. Следующий аромат, с которым мы знакомимся, тоже аромат с нотами розы, это номер 21, так, давайте сейчас сфокусируемся, так, ну-ка, и давай, давай, фокусируйся, камера, please. Это аромат номер 21, который называется Cedar Milk или кедровое молочко, номер 21, кедровое молочко, это аромат из коллекции моего бренда, и почему я его выделяю на весну, потому что здесь есть очень красивое и очень мягкое, уютное сочетание двух аккордов, розового аккорда и молочного аккорда, и такая у нас получается роза в молоке и в мускусах, да, помним, что мускусы, они сейчас нас заземляют, они дают нам вот это ощущение сердечного тепла, они дают уверенность, они дают мягкость, которая необходима нам в отношении, да, в принципе, с другими людьми и в реагировании на какие-то острые ситуации. Роза, она про благосостояние, молочные ноты, они вот про мягкость, они вот про такие вот уютность, обволакивающиеся, и если хочется, да, вот какого ощущения весной хочется, хочется, допустим, у вас есть, может быть, партнер, любимый мужчина, может быть, его нет, но очень хочется обнимашек, тактильности, ощущения того, что о вас позаботится, о вас может вполне себе позаботиться красивый аромат, да, и на этот аромат через арома воздействуя вы привлечете нужного партнера в свою жизнь или обратите нужное внимание через этот аромат на себя. Да, опять же, молочные ноты с оттенками кашемира, роза, мускусы, роза здесь нежная, очень мягкая, и этот парфюм передает ощущение мягкости, нежности, женственности, он является бестселлером по продажам в коллекции моего бренда, и не случайно, потому что аналогов такого аромата на рынке нет, да, по звучанию, но при этом ощущения, которые испытывает девушка, которая носит данный аромат на себе, они вот становятся такое, сердце как будто бы немножечко распахивается, дает больше тепла, хочется ощущать себя более женственной, более мягкой, смягчаться, и вот когда вам эта эмоция необходима, выбирайте парфюм, да, с молочными нотами, с розой, при этом он не должен быть яркий, кричащий, он достаточно интимный, но вот это вот послевкусие, молочного, сладкого шлейфа, оно за вами будет оставаться, стоимость такого аромата, у меня есть две, получается, в трех версиях, да, но вот одна, которая у меня сейчас, это тревел-версия, 15 миллилитров, вот, стоит 3800 рублей, 3800 рублей, и 30 миллилитров стоит 6,5 тысяч рублей. Следующий аромат, с которым хочу вас познакомить, он называется Омбрет 9 от бренда Лилабо, да, вот так вот выглядит, оп, 15 миллилитров, у меня даже он именной, да, то, что ж такое-то, там у меня написано Валерия, да, моё имя, заказывала в бутике Лилабо во Франции, в Париже, сразу хочу сказать, по стоимости это 15 миллилитров стоит 73 евро, вот, носим его, и про бренда Лилабо хочу сказать, да, вот эта вот циферка 9, и вообще, в принципе, те циферки, которые у них указаны на флакончике, они показывают количество ингредиентов, добавленные внутрь композиции. Данный Омбрет 9 состоит из 9 ингредиентов. Почему выделяю именно его, как аромат на весну, да, потому что, опять же, здесь Омбрет-то, это мускусная история, это мускусная нота, и, как я уже говорила, что мускусы, они сейчас нас очень такие заземляют, они дают уверенность, они располагают, дают тепло, и дают, самое главное, мягкость в общении, в коммуникации с другими людьми. Мне кажется, что в текущее время это нам всем сейчас крайне актуально, поэтому я рекомендую присмотреться на весну в целом к мускусным ароматам, и есть мускусы, которые открываются и раскрываются красиво, не в зависимости от типа вашей кожи, горячей или холодной, да, просто нужно подобрать правильное сочетание. Мускусы есть разные, есть более мягкие, есть более агрессивные, как в Атар Коллекшн Мускус Кашмир, там такой мускус агрессивный, допустим, Роуз Маск от Монталь, тоже достаточно агрессивные мускусные амбровые сочетания. Омбрет-9 мускус мягкий, он такими с необычными оттенками. Я почему вообще приобрела этот аромат? Потому что мне понравилось звучание самого ингредиента Омбретты. Для меня омбретты имеют такое звучание, знаете, вот хлеб, серый хлеб, да, чёрный, как мы его называем, он такой покрошенный, немножко там туда, когда добавляешь воды, он начинает немножко бродить, и вот это вот ощущение, да, такого бродящего хлеба, плюс вот это мускусное, мягкое, томное послевкусие, оно меня так сильно зацепило, что я поняла, что я хочу такой аромат просто как в Мона аромате использовать и носить. И омбретт-9 здесь как раз передана частично, не полностью, вот эта нота омбретты. Она здесь сочетается с грушевыми и миндальными оттенками, здесь нет вот этого вот броженного брожения, хлебного брожения оттенка, но тем не менее омбретта сама улавливается. И я заметила по себе, опять же, ну достаточно долго его уже ношу, несколько месяцев, я заметила, что он даёт мне, и у меня рука тянется его наносить, когда мне хочется уюта, не то что даже уюта, а когда мне хочется смягчиться, не быть резкой в высказываниях, да, как-то поспокойнее быть, успокаиваться, потому что омбретты – это мускусная нота, и мускусные ноты, они воздействуют на нас вот это, говорю, успокаивающим, заземляющим, мягким, да, дают нам вот это вот ощущение мягкости, хочется мягко общаться с другими людьми. И если вам это откликается, и вы понимаете, весной мне хочется всё-таки смягчиться, вот, и мне нужно, да, как-то успокаиваться, обращать внимание на ароматы с мускусами. И из-за того, что этот аромат, он выполнен всего из девяти ингредиентов, он не обладает ярким звучанием, насыщенным, он очень интимный, его можно использовать как подложку, наслаивание с другими ароматами, либо, если вы не любите, да, не хотите ярких ароматов, но хочется чего-то такого невесомого, неуловимого, вот, пожалуйста, вам омбретт девять будет идеально подходить. Люблю, красиво, вкусно, да, и самое главное, соответствуют цели, с которыми мы выбираем с вами парфюм. Следующий парфюм, с которым познакомлю, он тоже у меня в отливанте, в небольшой версии, да, это три миллилитра, вот, так он выглядит. Симон Андреоли Мандорла Динотто. Интересный парфюм с красивым миндальным звучанием. Для меня этот аромат миндального крема, может быть, знаете, да, есть у нас миндальное молочко от бренда L'Occitane, и здесь вот как раз некая интерпретация на вот это вот миндальное молочко бренда L'Occitane. Безумно красивый, безумно мягкий аромат, кремовый, пудровый, смягченный, во главе миндаль. Внутри этого миндаля есть кожаные оттенки, да, передающие вот эту вот саму косточку миндаля. При этом все в таком, в белых цветах, все в мускусе, все в пудровости. Звучит в средней насыщенности аромат. Сразу скажу, вот он будет такой прям ох, пронзительный, яркий миндаль. Он достаточно нюдовый, но при этом с характером. То есть тоже его нужно уметь носить на себе, да. Если вы понимаете, что вам быстро приедаются сладкие ароматы, то, скорее всего, вот с этим ароматом нужно быть аккуратнее, да, то есть одевать его по случаю. Куда его идеально носить весной? Это, если вы сластеный и любите сладкие ароматы, и есть задача, да, привлечения мужского внимания, плюс, да, смягченности, то можно хоть на каждый день носить, если это соответствует вашей задаче. Либо же, вот куда я его лично одеваю, это на какие-то вечера, это на какие-то вечерние встречи, вечерние свидания. Это когда хочется, с одной стороны, обратить на себя внимание, а с другой стороны, с романтичной стороны, обратить на себя внимание, а с другой стороны быть смягченной, быть спокойной, быть уверенной в себе, потому что мужчины тоже считывают эти эмоции с девушек, да, и с помощью аромата мы можем легко входить в это состояние, да, с помощью аромовоздействия, зная, да, какие ноты подбирать и выбирать для себя. И плюс, да, интересный момент, если вы любите миндаль вообще как в косметических продуктах, да, допустим, пользуетесь молочком для тела с миндальными нотами геля, душу вас с миндалем, возможно, этот аромат вам подойдет для продления ощущения миндальности вокруг вас. Да, но при этом тогда наносите его интимно, одним распылением сзади по линии роста волос, либо сюда, на еремную впадинку. Не надо нам наносить объемный шлейф для, да, если вы хотите просто продлить аромат миндальных средств, которые используете для кожи. Я сама пользуюсь миндальными средствами, да, у меня и молочком локситан, и геля душа с миндалем, и этот аромат я периодически комбинирую, да, когда мне хочется продлить ощущение вот этой свежести, миндальности после душа. Наверное, это один из самых нежных миндальных нот, которые я слушала на рынке современной парфюмерии, и поэтому могу от души его рекомендовать. Он впечатляет. Он красив. Если вы любители миндаля, попробуйте его обязательно, потому что он не будет таким ярким, он не будет плоским, он многослойный, и он крайне интересный. По стоимости стоит 162 доллара за 100 миллилитров парфюма. Так, и следующий аромат, тоже с которым знакомлю, и он у меня в формате от Леванта, это Герлен Эрба Фреско. Давай сфокусируйся. Тык-тык, как так? На чем-то фокусируется, на чем-то нет. Интересно, ну, я думаю, вы поняли. Герлен Эрба Фреско. Я очень люблю линейку Аквалегория от бренда Герлен. По мне, она такая универсальная к использованию в повседневное время, потому что там у нас идет и такая эмоциональная история, история бодрости. Там очень много, да, это туалетные воды по концентрации, это нестойкие парфюмерные продукты, но там много цитрусов, там много цветочных или фруктовых оттенков, которые дают вот эту вот эмоциональность. И в современном время, в современном мире, мне кажется, нам порой не хватает эмоциональности. Знаете, вот какого-то, как мы с утра, там многие из вас наверняка, как и я, пьем кофе по утрам для того, чтобы оп, взбодриться, открыть глазки, прочувствовать мир и свежесть. Многие, может быть, пьют свежевыжатые соки, апельсиновые, цитрусовые. Так вот, ароматы цитрусового направления, и в частности от линейки Аква Алегория, они выступают такими триггерами бодрости. Они включают обоняние, эмоции в работу, просто главное подавляют подходящий для себя цитрус, подходящие для себя направления из них. Значит, Эрбофреско. Почему ее разбираю? Потому что самый, наверное, деликатный и интересный аромат из данной коллекции. И опять же, для тех, кто любит не сладкие парфюмы, для тех, кто любит мяту в ароматах, для тех, кто не любит супер насыщенные, яркие какие-то истории в ароматах, присмотритесь к нему. Эрбофреско. Это такое, знаете, вот для меня это мят, это коктейль мохито на самом деле, который можно носить на себе, которым ты получаешь вот эти вот мятные, цитрусовые истории бодрости, потому что мята, лайм, лимон, оттенки свежести, да, все здесь как бы переплетается между собой. Да, это нестойко, это бодрит, это можно использовать, когда утром, когда вы едете на работу или бежите по каким-то делам, когда вам нужно взбодриться. Тоже эмоциональная история, как я вам рассказывала вначале, с апельсинчиком от Байориада Палермо. Также здесь эмоциональная история, только такими цитрусами и немножко мятными, освежающими оттенками, пробуждающий аромат. Хочется открыть глазки, проснуться, одевайте его по утрам, одно распыление даже вот шлейфом, да, на волосы, либо на интимность, да, на еремную впадинку, чтобы вы слышали аромат от себя. И все, ваши эмоции заиграли, вы взбодрились, начали чувствовать, включилось обоняние, весна пришла, и мы радуемся тому, что происходит. Так, по стоимости, да, сказал, по-моему, или нет, 95 долларов за 75 миллилитров флакончика парфюма. И следующий, завершающий парфюм из данной подборки, как же без работы, да. Мне хочется все-таки показать, что весной мы в том числе и работаем, да, занимаемся какой-то деятельностью, кто-то фрилансер, кто-то ходит в офис, но все равно важно как бы сосредотачиваться на делах, важно выполнять определенные функции. И здесь я тоже покажу вам аромат в миниатюре, да, вот ливанти, который у меня есть, это, так, вот куда мы, Eccentric Molecules, да, Eccentric 02. Так, ну, ну же. Eccentric Molecules, Eccentric 02. Давайте его продегустируем и объясню, почему он деловой, почему он классифицируется как для работы. Ох, красивее. Вообще, бренд Eccentric Molecules, в бренде Eccentric Molecules представлены ароматы не с ярко выраженным звучанием, да, это все те парфюмы, которые раскрываются индивидуально на коже. Их рекомендуют наносить на кожу. Почему? Потому что в них есть обилие мускусных амбровых нот, которые как раз раскрываются только на коже. Вот, на одежде они так не звучат, но опять же, это не отменяет того, что хотите наносить на одежду. Единственный вопрос, да, всем ли нравится, да, после того, как аромат уже ушел, да, и остались на этой шлейфа, всем ли нравится, да, носить такую одежду с остатками парфюма. Вот, это дело вкуса. Так вот, чем интересен данный парфюм? В том, что, опять же, он не обладает ярким звучанием, а это один из трендов, да, на текущую, вообще на 2022-23 год. Это долгоиграющий тренд, который называется, и ему характерно, да, облегчение ароматов, да, то есть ароматы у нас приобретают звучание вуали, легкости, потому что современный человек, он перегружен информацией, и ему хочется облегчаться. Мы следим за гигиеной, нам не нужны ароматы, которые маскируют запах нашего, нашей кожи и тела, нам хочется лишь подсвечивать, да, свой образ, и это можно сделать с помощью вуалевого аромата. И вот бренд Эксцентрик Молекулс как раз в стиле вуали, да, создает ароматы с неуловимым звучанием. И, опять же, это те молекулы, которые раскрываются на коже и обладают ультрасовременным звучанием. Что интересно, что в этом парфюме есть и амбровые оттенки, да, молекулы амброксана, и древесные ноты, да, здесь есть кедровые оттенки, сандаловые оттенки, ирисовые оттенки, легкая ваниль, да, перечные ноты. Но самое главное, мы фокусируемся здесь, у нас амбра, у нас здесь ирис, у нас здесь сандалы, кедр. Это то, что дает нам ощущение сосредоточенности, да, это позволяет нам обструктурироваться, да, с точки зрения аромовоздействия, настроиться на работу и выполнять четненько, последовательно то, что мы запланировали. Поэтому в данном аромате у вас не будет ощущения пробуждения, ой, ой-ой-ой, весна пришла, надо привлекать внимание мужчин, надо быть сексуальной и соблазнительной. Нет, этот аромат настроит вас по-деловому. В этом аромате, надевая этот аромат, вы заметите за собой, как быстро стали фокусироваться на делах, как выполнили всю работу, раз, два, три, и оп, она у вас сделана. Да, то есть вы будете получать эмоции сосредоточенности. И я думаю, что весной в любом случае это остается актуально. Поэтому, да, я не стала выбирать вам какой-то плотный аромат, облегченную выбрала версию и подобрала как эксцентрик 0,2 возможность попробовать продегустировать его на своей коже, ощутить новые эмоции, да, сосредоточенности и сделать себе такой вот массаж эмоций, чтобы у вас были в гардеробе ароматы, которые и располагают к общению, коммуникации, цитрусы, и смягчающие, мускусные, которые дают вот это ощущение внутренней опоры, и в том числе ароматы, которые привлекают внимание противоположного пола, и в том числе которые структурируют на работу. И вот это все называется парфюмерный гардероб. И даже в рамках семи ароматов подборки, которые я вам сделала сегодня, здесь есть концепция парфюмерного гардероба. Мне хотелось показать вам разные аромовоздействия, нот, внутри парфюма, чтобы вы не только посмотрели на то, что ой, интересный вот этот, вот этот, вот этот аромат такой-то, а посмотрели на них новым взглядом, по-новому, что ароматы могут управлять вашим состоянием, вашим впечатлением. И самое главное, вы заметите, когда будете присматриваться к ношению ароматов, что аромат дает двустороннюю эмоцию. С одной стороны, вас формирует определенное состояние, с другой стороны, окружающим людям дает тоже определенную эмоцию. И вы можете вот этой эмоцией управлять, зная, какой аромат выбрать. По стоимости, значит, эксцентрик молекулс, 100 миллилитров стоит 140 долларов. Так вот, давайте подведем такой итог. Значит, про парфюмерный гардероб, про аромовоздействие, я уже сказала, что это очень увлекательно и интересно управлять своим впечатлением. И если вы также хотите быть не просто любителями в парфюмерии, а разбираться более глубоко в ароматах, понимать их аромовоздействие, понимать, куда они там, с чем связываются, почему подбирается для одного человека такой аромат, для другого другой, почему, как соотносится деятельность человека с ароматами, да, как можно это рассмотреть с точки зрения аромовоздействия. И вообще, в принципе, если у вас есть страсть и увлечение по парфюмерии, вы хотите здесь разбираться глубже, стать экспертом парфюмерии, начать, возможно, зарабатывать на любви к парфюмерии, то я хочу пригласить вас на свой бесплатный парфюмерный мастер-класс, который называется «Будущее эксперта парфюмерии». Ссылочку на регистрацию оставлю либо под видео, либо в описании своего канала, посмотрите, где она будет, скорее всего, под видео. Ставьте лайки, сохраняйте видео в закладке, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поделиться этим видео с вашим окружением. Кому также интересно парфюмерия, для того, чтобы было обсудить какую-то тему и какой-то особенно понравившийся аромат. Желаю вам весеннего настроения, желаю вам влюбляться, оживляться, расцветать, быть максимально продуктивным. Помните, что ароматы могут способствовать увеличению вашей личной эффективности и до новых встреч. С вами была Валерия Нестерова. Прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok